Народный контроль Вот что было основной темой новостных изданий на прошлой неделе. И нам показалось, что некоторые площадки обсуждения этого вопроса, скажем так, были наделены чрезмерной эмоциональной составляющей. И мы решили дать возможность всем вовлеченным сторонам в спокойной обстановке, абсолютно без эмоциональной составляющей, высказать свое мнение по видению, свою позицию высказать населению нашей республики. Я давайте для начала представлю выступающих на сегодняшнем выпуске программы. Афанасий Егоров, советник генерального директора открытого акционерного общества «Якутская топливная энергетическая компания». Юрий Петрович Байшев, народный депутат Государственного собрания «Ильтумен» от Мегина-Кангаласского избирательного округа. Виктор Васильевич Шапилев, заместитель директора по научной работе Института международного видения имени Мельникова, почетный гражданин города Якутска. Андрей Михайлович Находкин, председатель районного собрания депутатов Мегина-Кангаласского района. Владимир Амосов, руководитель общественной организации «Я инженер». И Михаил Никитич Томский, доктор медицинских наук, руководитель федерального учреждения «Якутский центр комплексных медицинских проблем». Давайте, у нас каждому выступающему отводится по пять минут, и слово первым дается представитель авторов проекта, представитель ЕТЭКа Афанасью Егорову. Время пошло. Во-первых, я бы хотел сказать, что Мегина-Кангаласский УЛУС лично для меня не чужой. У меня есть родственники и в Тенгюлю, и в Тамторе, и в Соло. Именно поэтому, может быть, меня шокировала такая цифра, что 95% бюджета УЛУСа составляют дотации за республиканского бюджета. Мне также очень было неприятно слышать, какая сумма и количество людей, которые получают субсидии на оплату ЖКУ в Мегина-Кангаласском УЛУСе. Потому что это тоже своего рода показатель бедности. Я могу на собственном опыте сказать, сколько молодежи сегодня покидает родной УЛУС, перебирается в город, потому что они не видят перспективы в родном УЛУСе. Вчера мы были в Нижнем Бестяхе, заехали в техникум железнодорожный и нашли полное понимание, когда предложили им обсудить возможность подготовки специалистов для нашего производства в стенах этого техникума. Потом мы поехали в Павловск. Водитель, молодой местный мужик, когда услышал, зачем мы едем, он сразу сказал, я на вашей стороне, нам нужна работа. Теперь я предлагаю взглянуть на ситуацию нашими глазами, глазами бизнеса. Мы приходим, Мегина-Кангаласский УЛУС, говорим, мы от вас ничего не просим, только разрешите нам открыть у вас новое производство. Это позволит вам улучшить налогооблагаемую базу. Это позволит, пусть частично, но трудоустроить людей, уменьшить бедность. Мы предлагаем вам, чтобы ваши местные предприниматели нашли новые сферы применения своих сил через аутсорсинг. Мы готовы участвовать в социальных проектах, и что мы слышим в ответ? Сегодня мы честно говорим, да, у нас еще проект не готов, у нас нет оценки воздействия на окружающую среду. У нас только-только начались изыскания на площадке будущего завода. А нам уже говорят, не, ребята, вы нам газифицируйте 6 населегов, а потом идите в другой УЛУС там устраивать свое новое производство. Вот что мы слышим. Я отлично понимаю, поскочена Владимира Семеновича. Вот он очень расстроился, когда ему объяснил, что мы не можем в Верхневилюйском УЛУСе поставить свое производство просто потому, что там нет железной дороги. Не на чем вывозить готовую продукцию. Я понимаю Ольгу Валерьевну Балабкину, когда она говорит, давайте у меня Валдани сделаем. Потому что она прекрасно понимает, что новое производство – это всегда еще один шаг к развитию, да, начиная с трудоустройства и прочих вещей. А вот позицию местных властей, Мегина Конголасского УЛУСа, я не очень понимаю. Спасибо, у меня пока все. Ну, получается так, что представитель авторов бизнес-идеи Якутской топливно-энергетической компании раньше регламента заканчивает свое выступление. Что ж, и такое тоже возможно. Так и запишем протоколе, что использовал не все время, скажем так, Фанасий Агитович. И слово переходит, да, слово переходит, вы жертвуете в свое время кому-то из ваших визовей, да? Хорошо, слово переходит к народному депутату Государственного собрания Илтемен от Мегина Конголасского, одному из депутатов от Мегина Конголасского УЛУСа Юрию Петровичу Байшеву. Пожалуйста, время пошло. Спасибо. Конечно, мы все патриоты своей республики, хотим развития в нашей республике, хотим, чтобы развивалась и промышленность, и переработка. Но в эти дни буквально, значит, я присутствовал на встрече, на митинге по строительству химзавода 14 октября. 26 октября я присутствовал на слушаниях в общественной палате по этому же вопросу. Я специально, значит, в средствах массовой информации, вот в интернете изучал вопрос строительства химзавода, встречался с населением Мегина Конголасского УЛУСа. Конечно, вопрос очень щепетильный, поскольку этот завод будет строиться вблизи населенного пункта Нижний Бестях и Павловск. Но надо сказать, что по плану руководства республики Нижний Бестях в будущем должен стать городом-спутником Якутску. И, естественно, должен развиваться. Буквально вот в эти годы, за 2-3 года администрация УЛУСа выделила более 800 земельных участков для многодетных семей. В ближайшие годы, вот буквально год-два, и население Нижнего Бестяха увеличится на 4 с лишним тысячи человек. Что касается поселка Павловск, я хочу сказать, что действительно земельный вопрос в этом поселке всегда стоял очень остро. В годы перестройки, значит, из-за сельхозугодий там были очень серьезные распри. Между рядом лежащими наслегами, поскольку не хватало сельхозугодий. И второе, значит, с приходом железной дороги, строительства станции и различных объектов, которые будут обслуживать железную дорогу. Конечно, вся земля, которая ушла туда, это земли поселения Павловск. Много вопросов возникает в связи со строительством моста, поскольку, значит, опять-таки это риски, поскольку, значит, как поведет себя река Лена в весеннее время, половодие и так далее. Все это касается, естественно, значит, сельхозугодий, а поселок занимается, значит, сельским хозяйством, выращиванием овощей. И в связи с этим возникает вот очень напряженная ситуация в связи с землями. И хочу сказать, что действительно, да, место, которое выбрано под строительство химзавода, мне кажется, что выбор сделан совершенно неправильно, потому что, во-первых, это густая населенность, во-вторых, значит, есть... Юрий Петрович, к сожалению, у нас заканчивается отведенное время, 5 минут истекают, таковы правила, да. Вы можете буквально, да, 5 секунд, 5 секунд. Да. Ну, здесь я хочу сказать, что почва, которая находится на выбранном месте, она не подходит. Это, во-первых, значит, песчаная почва, есть связи подводных вод и так далее, расположенная слишком близко к реке Лена. И, в-третьих, мы, когда были на общественной палате, услышали, что запасы, которые вот в северо-восточной Вилюйской зоне, откуда этот берет газ, значит, он не подходит. Вернее, не то, что не подходит, по объемам, которые, по запасам, значит, есть проблемы. Хорошо, спасибо, Юрий Петрович. Я бы попросил наших режиссеров, нашу техническую группу, которая сидит в СК, очень тщательно следить за временем, которое отводится на выступление каждому участнику. Это был народный депутат Государственного собрания Илтумен Республики Юрий Петрович Байшев, урожденный Мегинец. И слово у нас переходит в первом блоке к третьему выступающему представителю научной общественности, институту, который, я более чем уверен, мы все уверены, что будет занимать одну из ключевых позиций в деле оценки, экспертизы и расчетов, возможных расчетов будущей площадки. Виктор Васильевич Шапилев, заместитель директора по научной части Института Межзлатоведения имени Мельникова. Поехали. Спасибо. Но я хочу начать с того, что основанием и фундаментом всех инженерных сооружений, зданий, отдельных сооружений, промышленных комплексов в условиях Центральной Якутии является Вечная Мезлота. И от нее, в общем-то, от ее, каковы ее параметры, температура, разрез, строение, свойства и так далее, зависит устойчивость технологическая, техническая, но и экологическая устойчивость, надежность того или иного сооружения или промышленного комплекса. Вот если с этих позиций взглянуть на участок, планируемого, перспективного, что ли, того завода, химического завода, то можно сказать, что, в общем-то, не совсем удачный. Хотя там, в общем-то, на этом участке не проводились еще целенаправленные геокрилогические, гидрогеологические исследования и так далее. Но если оценить в целом вот этот район, то этот район вот с геокрилогической точки зрения не очень удачен. Почему? Во-первых, Вечная Мезлота бывает разная по температурному параметру. Есть высокотемпературная мерзлота, есть низкотемпературная мерзлота. Вот когда мерзлота обладает низкой температурой, она более устойчивая для инженерных сооружений. А наиболее такая неустойчивая мерзлота – это высокотемпературная. Так вот, мерзлые породы в районе верхнего бестяха, вернее, нижнего бестяха, являются высокотемпературными. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот на площади от бестяха, допустим, до Павловска, очень много талеков. Талеки – это начиталые породы внутри мерзлого массива. Причем специфика вот этих талеков в условиях правобережья Лены, в районе нижнего бестяха, является то, что они водоносные. И если посмотреть вот от бестяха до Павловска, там находится очень много родников. Родники, причем с великолепной водой. Их надо использовать для водоснабжения населенных пунктов, потому что проблемы на водоснабжении существуют. И если вдруг после строительства и ввода в эксплуатацию этого завода начнутся какие-то аварийные ситуации, то в первую очередь пострадают вот эти вот воды. И вот с этим у меня, конечно, такое предложение, что необходимо очень целенаправленно, очень скрупулезно отнестись к проведению геокрологических и гидрогеологических исследований при оценке этого участка. Виктор Васильевич, у Вас еще остается две минуты. Две минуты, то есть можете дальше развить тему? Ну, я хочу сказать, что недалеко от Бестяха, от Нижнего Бестяха, есть великолепные источники. Улахан-Тарын, например. Это источник, который имеет дебит, расход около 30 тысяч кубометров в сутки с великолепной водой. Вода вообще уникальна. Она насыщена микроэлементами, очень богатый комплекс микроэлементов. И вот таких участков на всем протяжении Бестяхской террасы, вот, про убережье Лены, очень много. И вот мы даже, наш институт предлагал в 70-х годах, да, по сути дела, предлагается сейчас использовать вот эти родники для водоснабжения, для пятиводных отношений города Якутска. Потому что, я еще раз повторяю, что по качеству это великолепная родниковая вода. Если вдруг мы начнем загрязнять эти воды, то нам не простят потомки. Это все. Ну, я хочу вот сделать предложение по строительству химзавода. Мне кажется, что место, как мы уже сказали, выбрано неудачно. Но выше, значит, дальше по железной дороге есть кочекации, где порода вот именно твердая, камни и так далее. Или же чуть дальше. Задача, значит, остается простой, протянуть газопровод. Железная дорога там есть. Там дальше, значит, по левой стороне, дальше нет жилых, скажем, поселков и так далее. Мне кажется, что использование именно вот этой территории, она более бы подошла для строительства химзавода. Реплика простая. Во-первых, спасибо за советы бизнесов, чем он должен заниматься и где он должен заниматься. Во-вторых, еще раз повторю, только-только началось, начались изыскания на площадке. Поэтому говорить, что она непригодна, я считаю, все-таки некорректно. Я думаю, специалисты это подтвердят. Все, я думаю, что вся первая тройка, это представитель якутской топливно-энергетической компании Афанасий Егоров, народный депутат от Мигина-Кангаласского улуса Юрий Петрович Баишев и представитель научной общественности, институт международоведения конкретно Виктор Шепелев, высказали свои позиции. Еще раз добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире программа «Народный контроль». Мы продолжаем, продолжаем выслушивать мнения сторон, которые тем или иным образом вовлечены в процесс обсуждения строительства в Заречье газохимического комбината. В первом блоке у нас выступили представитель инициатора проекта компании ЕТЭК Афанасий Егоров, народный депутат Ильтумен от Мигина-Кангаласского округа Юрий Баишев и представитель научной общественности, заместитель директора института международоведения Виктор Шепелев. И представляю вторую тройку выступающих. Председатель районного собрания депутатов Мигина-Кангаласского улуса Андрей Находкин, руководитель общественной организации «Я инженер» Владимир Владимирович Амосов и доктор медицинских наук, руководитель федерального учреждения «Якутский центр комплексных медицинских проблем» Михаил Томский. И слово мы передаем, пять минут у нас на выступление, слово мы передаем представителям Мигина-Кангаласского улуса, председателям районного собрания депутатов Андрею Находкину. Время. Добрый вечер, товарищи, уважаемые телезрители. Ну, в первую очередь, я как депутат представительного органа района представляю интересы и защищаю интересы жителей Мигина-Кангаласского, всего Мигина-Кангаласского улуса. Ну, данная тема уже будируется более трех лет. Это уже, если не ошибаюсь, третий проект строительства. За это время уже сформировалось общественное мнение, очень мощное, сплоченное мнение о том, что строительство газохимического завода для жителей Мигина-Кангаласского улуса не нужно. Мы сегодня затрагиваем эту тему в год экологии по Российской Федерации. Через несколько лет, я думаю, бренд будет на чистый воздух, на чистую воду, на здоровье. Поэтому улуса у нас маленький, территория очень маленькая. Павловск развивается, расширяется. У него уже генеральный план пересмотрен и будет расти до границы поселка Нижний Бестях. В Нижнем Бестяхе проживает уже, по оценкам, где-то более 5,5-6 тысяч человек. А в Павловске на данный момент около 4 тысяч тоже человек. И мы провели очень много встреч за эти годы. И мнение одно. Газохимический завод на территории Мигина-Кангаласского улуса не должно строиться. Все 31 глава муниципального образования, глава района, более 300 депутатов районного и поселенческого уровня, также жители от мала до велика, мы уже обсудили этот вопрос. И хотим, чтобы этот вопрос уже не повторялся. А также высказали свои мнения уважаемые наши земляки, проживающие в городе Якутске, неравнодушные жители всей республики, нам звонят, пишут, говорят свои наставления. И старейщины нашего района тоже очень уважаемые люди, более 30 человек, собрались и написали петицию, что такой завод строить преждевременно. Ну, район развивается своими темпами. У нас скоро начнется строительство речного порта, пассажирская перевозка на станции возобновится, много будет других, более экологически безопасных производств. Население увеличивается, молодежь не уходит, все там живут и работают. Наши отцы, матери, молодые семьи, многодетные семьи, все очень взволнованы этим вопросом. И уже мы, как говорится, знаем, какая земля там, что такое карбамид, что такое метанол, от малого до велика. И нам, угрожающее здоровье нашего населения, вот такое производство, по большому счету, не надо. Мы будем развивать другие направления. Нижний Бестях является транспортно-логистическим узлом. Федеральные дороги, республиканские дороги проходят. Там много будет грузовых терминалов. И молодые люди, предприниматели, уже планируют там открыть свой бизнес, свое производство и работать во благо жителей нашего района и нашей республики. Так что я, пользуясь случаем, благодарен всем неравнодушным гражданам нашего района и нашей республики. Спасибо, Андрей Михайлович. Фактически точка в точку завершает свое выступление председатель районного собрания депутатов Андрей Находкин. Слово передается руководителю республиканской общественной организации «Я инженер». Это молодое поколение технической интеллигенции Владимир Владимирович Амосов. Спасибо. Как сказали, я являюсь председателем общественной организации движения «Я инженер». И хочу начать свое выступление с первого проекта, который назывался «Молодежь Якутия промышленность» сахачистой промышленности. Суть этого проекта – это то, чтобы мы, местные ребята, могли работать действительно в реальном секторе экономики, развиваться там, ну и становиться и повышать технические специальности в нашей республике. И первым делом, когда наши ребята замещают, у них, конечно, они понимают, как работают транснациональные компании, они начинают понимать, как устроен весь механизм промышленности. И самое главное, они замещают тех людей, которые приехали за длинным рублем. И здесь хочется сказать, что отношения людей, которые приехали просто работать вахтовым методом или не на родине, и отношения человека, который работает на своей земле, там, где будут жить его дети, там, где будут жить его внуки, будущие поколения, они совсем разные в промышленности. И это являлось, на самом деле, основной сутью и задачей вот этого проекта «Молодежь Якутии промышленности». И мы надеемся, что в будущем наши ребята, которые воспитанники, наши коллеги, смогут придумать идеи, которые смогут действительно дать экономический толчок нашей республике, в то же время сохранив нашу природу будущим поколениям. С этой точки зрения я хочу сказать, что метаноловый завод, он один из самых худших вариантов, которые можно предложить на сегодняшний день. Есть альтернатива. Более экологические проекты это жирный природный газ, это то, что заправляет для обычного обывателя. Сегодня половина машин в городе Якутии, можно сказать, ездит на метане. Это то, что мы уже знаем, ощутили и спробовали. Здесь, понимая, что промышленность надо развивать, надо его транспортировать, сегодня электричество, тепло все делается. Когда-то мы должны прийти к переработке. И переработку надо смотреть не с химических заводов, а с тех, которые мы действительно знаем, экологические более доказаны, например, с этой точки зрения. Второе, то, что я хочу сказать, тоже технически, я изучил документы, которые нам дали, нет никаких пока, как сказали, экспертиз, так далее, так далее. Есть единственный документ, где сказано, что 5 миллионов кубометров метанола хотят производить. Это на сегодняшний день, если произвести технические расчеты, это взят максимальный объем, сколько можно через существующую газотранспортную систему доводить до центра города Якутска. Никаких детальных обоснований, ничего такого нет. Чтобы объяснить зрителям, газопровод может работать, газ транспортироваться, только при скорости максимальной 25 метров в секунду. Все дальше, это происходит аварийная ситуация. Давление не должно быть высоким. И вот этот расчет, он сделан таким образом, что наш газопровод, который две нетки сегодня существует, который находится, как уже было сказано во многих СМИ, в очень плачевном состоянии, это говорил не я, это было очень много написано, но я знаю это. И вот это хотят нагрузку сделать максимальную. И это будет происходить в основном потребление максимальное зимой, когда нам необходим этот газ, как тепло. Это я хочу объяснить с той точки зрения технической. Поэтому на сегодняшний день говорить, что это те параметры, которые даны, они на самом деле, они возможны на бумаге, ну как для экономистов они понятны, но с точки зрения производственника, они нереальны на сегодняшний день. Вот, а реальнее посмотреть, действительно, если существует, мы не должны отказываться от развития, мы должны смотреть те проекты, которые на сегодняшний день существуют. Альтернативный, СПГ. Я знаю, что очень многие его изучали и посмотрели, что он экономически не выгоден. Но почему-то участников этот вопрос получается. На сегодняшний день, примерно они, мини-заводы СПГ по метану, они существуют, они рентабельны, и бизнесмены не будут вкладывать рубль там, где они не получают два. С этой точки зрения перехожу к третьему своему тезису. На самом деле, этот вопрос метануловый, он на сегодняшний день консолидировал очень много инвесторов, науку, депутатов, общественников, медицину. И, возможно, на сегодня, основываясь на этом, можно было бы создать какой-то народный проект, где мы могли бы действительно и с народом, и вместе со всем этим продвинуть какой-то действительно экологический проект. Спасибо, Владимир. Почти уложился во время. И представитель, еще один представитель научной общественности, медицинской, Михаил Томский. Ваше время. Вот этот завод, надо четко представлять, метанол, это сильный яд. Это производство, оно опасное. Она представляет большую угрозу. Это, вот этот факт, он неоспорим, и его надо, ну, во главу угла поставить. Но есть другая опасность. Это социальная неустроенность наших жителей, особенно жителей села. Вот как закрылись, ликвидировались совхозы, уже почти 30 лет люди не имеют работы, не имеют стабильных доходов. И появляется пессимизм, люди опускают руки, и мы вот видим после автовокзала своих соотечественников, опустившихся людей, молодых людей, и парней, и девушек. Их с каждым годом становится больше. И вот эта неустроенность сельских жителей, она представляет самую большую угрозу для нашей республики, для стабильности, для развития. И нам надо принять здесь очень серьезный вывод, как выйти из этой ситуации. И вот эта ситуация, она еще усугубляется таким явлением, как миграция. Это глобальное явление, она идет по законам рынка. И вот с каждым годом, с каждым днем появляется у нас больше иностранцев. Люди едут сюда в поисках лучшей доли. Как раз у них на родине нет работы, нет денег. И они вынуждены приезжать сюда, и эти люди занимают рабочие места, захватывают рынок, они занимают жизненное пространство. И вот эта угроза, она с каждым годом будет усиливаться. К сожалению, никак остановить влиять на это невозможно. Это мировое явление. И вот смотрим, что происходит в Европе. Прогнозируют, что через несколько десятилетий пройдет замена населения Европы. Таких стран, как Франция, как Германия. И то же самое происходит в России. И вот эти процессы никак остановить невозможно будет. И мы не должны сидеть вот так, вот этот рынок отдавать. Это жизненное пространство будет занято людьми. Наша земля будет, но, к сожалению, наши возможности, наше будущее с каждым годом будут уменьшаться. И здесь поэтому очень важно, жизненно необходимо создавать, чтобы открывались новые заводы, фабрики, комбинаты, транспортные узлы, учреждения, инфраструктуры. И наши люди должны работать в этих учреждениях. Это одна задача. Но задача это не главное. Более главная задача наши люди должны стать собственниками этих предприятий. И вот возможен за деятельность этого метанолого завода только в одном случае, если наша республика Мегино-Канглазский УЛУС будет совладельцем этого предприятия. Вот эта задача очень трудная, но она без нее эффективно контролировать невозможно будет. Вот соблюдение всех этих. Но надо не надо строить иллюзии, надо быть реалистами. И эта задача сложная, но возможная. У нас земля муниципальная, хозяева на этой земле. Вот вы, вот все жители Якутии, жители Мегино-Канглазского УЛУСа. И вот эта задача. И дагестанцы нам не враги, но конкуренты на рынке. Мы должны знать об этом. Мы живем в глобальном рынке, социализм никогда не вернется. И вот этот рынок мы должны захватить. Нам захватить. И наша задача, сверхзадача, это национальная идея, у нас должно быть как можно больше промышленных предприятий, как можно должно быть собственников вот этих успешных, прибыльных и эффективных предприятий. И вот давайте зададим вопросом. Сколько у нас вот собственников из коренных жителей? Да, есть люди высокопоставленные, имеют много денег, но собственников я знаю только одного. Это Николаев Анатолий Семенович, который добывает в Нерумерском УЛУСе золото. Других нет. Ну как мы будем иметь будущее, если у нас не будет собственности? Если мы будем постоянно наемниками? Если мы будем наши дети, они будут в таком униженном положении находиться, будут просить дотации, и поэтому наша задача. У нас нет другого пути, как развивать, развиваться, технологии, промышленность, быть хозяевами. У вас еще почти минута, Михаил Никитич, можете дополнить, да, буквально. Вот это очень сложная задача, время нам другого не дало. Мы сейчас должны сделать очень сильный, очень вот такой серьезный выбор и дать шанс своим вот будущим, своим детям, своим внукам. Надо быть хозяевами на своей земле. Мы не должны быть в позе просителей, просителей дотации. Ни один человек там не должен нам помогать, ни логистанцы, ни кто угодно. Мы сами себе должны помогать. Почти пять минут, без десяти секунд получается пять минут. Спасибо, Михаил Никитич. Мы выслушали, вот еще раз говорю, спектр мнений по поводу волнующих всех аспекта планов строительства заречья газохимического комбината. Были выслушаны мнения представителей инициатора проекта, научной общественности, института межзлатоведения и медицинской общественности, были выслушаны мнения председателя районного собрания депутатов и депутата Ильтумен от Мегина Конголаскова. И еще раз, почему эта тема звучит в программе народный контроль. Дело в том, что субъектами народного контроля теми людьми, которые должны будут осуществлять народный общественный контроль за развитием, за предприятиями, за теми или иными процессами, служит все население нашей республики. Поэтому именно эта тема звучит сегодня, еще раз говорю, максимально беспристрастно, максимально объективно, информация в чистом виде от всех вовлеченных сторон. Спасибо всем за участие. Это была программа народный контроль. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова